Есть не только медицинская сторона, да, вот у нас один профессионал из другой области, из юридической, из республики, в блоге сделал такое заявление. Иван Петрович пишет, я юрист, в соответствии со статьей 46 закона о здравоохранении, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется лечащим врачом, пациенту и его близким родственникам, опекунам. Врач не имеет права, пишет Юрий Петрович, Иван Петрович, прошу прощения, не имеет права не говорить пациенту о диагнозе, потому что сведения о здоровье не являются врачебной тайной от самого больного. Правда это добро. Да. Вот есть такое выражение, бегать с добром, как с колом. Да. Так вот, вот эта вот ситуация, когда, вот я тебе сейчас правду скажу, уважаемый юрист, который задавал вопрос по 46 статье, там в принципе, да, конечно, имеет право и обязан знать, но там еще есть нюанс. В доступной для пациента форме. В понятной, да? В понятной. Так вот это вот слово «понятной» форме, это сильно в какой форме? Не как блюдо испечено, а как оно подано. То есть правду ее правильно надо подавать, с учетом того, что вот это вот то добро, чтобы это добро тебя не убило. Чтобы это добро тебя не убило. И помните это вот выражение, что правда глаза колет. Да? А почему? А потому что, оказывается, тогда человек, вот как правило, вот с правдой как с колом, это он себя несет, вот я знаю, я тебе скажу, и это вот эта самая гордость, прикрытая красивой формой правды, она ранит человека, она его унижает. И не надо здесь примешивать никакую правду. Это фантик, в который ты завернул свою вот эту вот гордыню и агрессию, которая выросла на этой вот самой гордыне. Ну вот я в этой связи как раз тоже, как бы, с писательской среды могу сказать, у Михаила Шолохова было такое выражение, правда, он нигде здесь фиксировано, но из воспоминаний известно, да, когда он, значит, сказал, они все хотят от меня правды, а мне нужна истина.